Здравствуйте, дорогие друзья, с вами передача Фокус на человека. Сегодня специалисты самых разных направлений очень много говорят о влиянии на психику и на образ жизни человека социальных сетей, особенно визуально ориентированных соцсетей. Об этом много пишут, об этом много снимается интервью, но все это где-то там. А здесь, сегодня, вот здесь и сейчас в студии у нас есть человек, который с оборотной стороной социальных сетей сталкивается каждый день в своей работе. Это психолог. И мы пригласили в студию Дмитрия Титкова. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Наталья. Насколько я знаю, к вам приходят молодые люди от 18 до 30 примерно лет с разными запросами, но когда вы начинаете работу, получается, что вы все равно-таки, да, сталкиваетесь вот с тем самым кризисом идентичности, о котором мы сегодня, собственно, с вами будем говорить. И я еще хочу сказать зрителям, что мнение Дмитрия особенно важно, потому что Дмитрий работает не только с личным консультантом, но еще и ведет динамическую группу и работает в интервизии. То есть вот этот объем выборки, он значительно больше. Мы с вами определили тему, мы говорим о проблеме соцсетей и о проблеме кризисе идентичности, но, наверное, придется начать все-таки с банального, да, что все-таки такое нормальное, здоровое или, в принципе, что такое вообще идентичность, что мы под этим подразумеваем? Ну, есть очень много вообще определений, что такое идентичность с разных очень точки зрения, не обязательно с точки зрения психологии, но мы как-то сузим, да, вот эту тему. И если очень просто говорить, что такое идентичность, это принадлежность, принадлежность человека к чему-либо, например, или к кому-либо. Это могут быть какие-то социальные группы, это могут быть какие-то культурные традиции, с одной стороны. С другой стороны, идентичность человека — это такая совокупность представлений о себе, то есть это, скажем так, отождествление, то есть сходство с определенными качествами, убеждениями, ценностями человека. Это такая часть формирования нашего собственного «я». С каким внешним запросом чаще всего приходят к вам клиенты? Внешне он выглядит очень, казалось бы, очень просто. Это своеобразная потеря координат в жизни человека. Да, это когда человек не понимает, куда он двигается. Он, возможно, не осознает в себе какие-то черты или пока еще не принял какие-то черты, которые составляют своего «я». Это такое небольшая потеря ориентации в жизни, можно так назвать. То есть если, допустим, приходит девушка или молодой человек и говорит о том, что «меня не устраивает моя внешность, я не могу себя принять, да, я запутался, меня как-то, меня ничего не радует, куда я не как это говорит, тыкаюсь, как котенок, да, вот маленький, все мне не нравится». То есть вот это, это, это про это, скорее всего, будет. Да, это представление о каком-то образе человека, с которым он пока что его не достигает. Это очень часто можно встретить такое понятие, как некий идеал, некий идеальный образ, которому нужно соответствовать. А вот этот ложный, вернее, вот этот идеальный образ, это уже сформированная ложная идентичность или нет? Непонятно. Непонятно пока. Но есть некое представление, да, об идеальном образе себя, и оно сложилось в силу каких-то причин, безусловно. В одной из статей психолога, по-моему, Ирина Камаева, психоаналитик и семейный системный психолог, говорилось о том, что именно с приходом вот визуально ориентированной социальной сети резко изменило, ну или как выросло количество обращений именно с потерей или со сложностью личной идентификации своих, ну, собственно говоря, молодых людей. Вот что там такого вот в этой соцсети? Как говорится, при чем здесь соцсети? И, казалось бы, при всем. Да, сетевой мир сам по себе изменил и оказал очень большое влияние на формирование я-концепции, я какой-то идентичности. И к этому нужно, с одной стороны, относиться очень спокойно, потому что это неизбежно. Это как некое там культурное или социальные изменения. Ну да, мы от гаджетов не уйдем уже никогда, это точно. Да, и это, безусловно, влияет на какой-то образ и на какое-то представление о себе. Нельзя сказать, что он вот полностью идеальный, но он очень вот какой-то очень приукрашенный, он весь в каком-то лоске находится. То есть это такая очень красивая картинка жизни. Вот мне приходит на ум сейчас, опять-таки отношу к Ирине Камаевой и к ее интервью, и там она использовала термин вот этот социальный пузырь, социально-сетевой пузырь, в котором находятся только те люди, которых ты отобрала или ты отобрал по принадлежности, потому что тебе, ну, допустим, бьюти-индустрии, да, и вот в этом пузыре складывается ощущение, что весь мир интересуется, ну, так построены соцсети, что весь мир интересуется только бьюти-индустрией и желанием стать красивее, улучшить свою внешность, изменить ее, как и как вот встроиться вот в этот прекрасный, красивейший мир. Но при этом существует еще множество пузырей, да, условно говоря, в которых люди интересуются здоровьем, машинами, там, детьми, я же мать, у нас известный, да, сейчас мем и так далее. Но они как бы остаются за чертой внимания вот этого человека. Чем опасен этот пузырь? Ну, с одной стороны, соцсети все так работают, да, чем... Такая ячеизность. Ну, конечно, да, то есть все механизмы какого-то отображения контента в этих сетях построены на то, что они нам по нашим запросам будут, собственно говоря, и выдавать именно такой контент. Если я интересуюсь психологией, конечно, мне будет попадаться в рекламах, да, это какие-то там, возможно, психологические сообщества, паблики, популярные психологи и так далее. С одной стороны. С другой стороны, есть какая-то в этом тоже положительная черта. Я идентифицируюсь с некоторыми людьми, которые тоже интересуются. Я тоже этим смотрю и думаю, что да, я не один этим интересуюсь. То есть достаточно много людей интересуется данной темой, которую я просматриваю, с одной стороны. С другой стороны, оно создает некие представления, которые не обязательно связаны с реальностью. Или наоборот вообще не связаны с реальностью. Может быть и не связаны с реальностью. А что очень много людей интересуются этой темой, что эта тема как будто всех поглощает, что на самом деле может в реальности и не быть. Да, но у меня складывается ощущение, что все вокруг говорят именно об этом. А как формируется вот именно вот эта вот ложная идентичность, вот прям пошагово, как она формируется у молодого человека? Это же не быстрый процесс. Да, не обязательно молодого человека. Ну да, у человека. Не обязательно, да. Если говорить очень просто, я смотрю на какой-то образ, этот образ мне чем-то импонирует или откликается, и я хочу соответствовать этому образу. То есть подражать ему? Не обязательно подражать, но возможно и так. Возможно и подражать, возможно как-либо соответствовать. Но как бы я соответствую не именно этому образу. Я пытаюсь соответствовать тому, что он транслирует. Поясните. Не знаю. В этом вопросе можно просто взять и разобрать какой-нибудь образ. Это образ, например, успешной матери или успешной женщины, у которой все хорошо в семье. Она заботится о детях. У нее любящий муж. Она в это время увлекается и саморазвитием, и возможно ведет какой-то блог, возможно какие-то обучающие курсы, успевает там делать, не знаю, есть какое-то хобби. И вот это вот такой вот идеальный образ матери. И как будто в этом образе нет жизни, потому что как будто в этом образе живут в семье дети, которые не капризничают, не болеют. Мужья, которые не конфликтуют, не просят внимания к себе. И тогда у женщины при этом не 24 часа в сутках, а 48. Восемь она не спит, и тоже у нее нет никаких обычных человеческих физиологических потребностей в том числе. Ну согласитесь, это очень красивая картинка. Очень. Очень привлекательная. Очень красивая, она очень привлекает. И в этот момент мне очень сложно задуматься о том, а какие, может быть, недостатки есть у этого образа. По-моему, хороший анекдот есть на эту тему, да? Ну, хороший анекдот, который заключается, смысл такой, да, разговаривают две женщины, и она говорит, вот, как бы найти еще времени. Я так этот вольный очень пересказ, это твой анекдот, да, там, ой, как найти времени, я не успеваю, у меня двое детей, да, там, на мне весь дом, да, и так далее. Другая ей говорит, ой, у меня трое детей, а я сейчас пришла с йоги, а завтра я еще пойду на курсы шитья. Вообще, другая говорит, блин, да, ну как ты все успеваешь? Другая говорит, ну, я и врать хорошо умею. Вот. Собственно говоря, вольный пересказ этого анекдота в следующем. Этим все объясняется. Да, и в этот момент, когда я пытаюсь соприкоснуться с этим образом, каким-то образом идентифицировать себя с ним, я, во-первых, теряю себя в реальности немножко, я в этот момент не осознаю критично свои какие-то возможности, которые у меня вокруг представляются, а я спешу сразу к планке этого идеала. Да, сразу к финалу. То есть мне, как будто исходя из этого образа, нужно поменять свою жизнь. Возможно, достаточно резко. И вообще, те образы, которые транслируют в сетях, они, как правило, все представлены с очень положительной стороны. Какие это образы? Если вот очень грубо говорить, это, конечно, образ успешной женщины и успешного мужчины. Это успешная женщина, которая все успевает, которой нет конфликтов или мало очень конфликтов, и она их умело разрешает, что там супруги находятся в диалоге, что это дети, это какие-то путешествия, это какие-то в том числе хобби, это какой-то очень такой теплый домашний уют. Образ успешного мужчины, который быстро достигает социального статуса, умеет зарабатывать деньги, при этом остается хорошим мужем и хорошим семьянином, уделяет внимание своим детям, пишет что-то о воспитании. Вот какие-то такие, вот это вот очень такой обобщенный образ, да, и мы если будем их раскладывать, мы дальше там найдем разные вещи, да, то есть если там касается какой-то бьюти индустрии, это там, естественно, это очень красивая картинка. Мы с вами, наверное, тоже понимаем, что когда речь идет именно о визуальном ряде, то это совершенно другой уровень восприятия, да? Ну, потому что она демонстрирует очень высокое качество жизни, например, или может демонстрировать очень высокое качество жизни. Ну, потому что мы визуалы на 80%. Ну, возможно, я как бы не буду, наверное, говорить за всех, но в основном те идеи, которые транслируются, да, это идея успеха, это идея какого-то знания с приходом соцсетей стало и вообще развитием интернета стало сложно верифицировать какую-либо информацию, в том числе получаемую, да. Если мы говорим об одних соцсетях, то какая-то вот такая смысловая информация, текстовая, в одних вещах, в одних местах ее меньше, в других больше, ну, не важно. Тем не менее, верификация какой-то информации, в том числе, стала сложнее. Но в целом это, конечно, трансляция образа вот такого успеха, достижений, достигаторства, идеала в красоте, идеала какого-то образа матери-отца. Ну, хорошо, если вот мы вернемся к алгоритму и возьмем какую-то условную девушку, которая впечатлилась образом успешности, да, пусть будет от бьюти-индустрии, ради бога, да, или там стремление к красоте тела, например, вот у нее следующий шаг какой? Вот она приняла этот образ, да, она говорит, я хочу, я хочу быть такой, и начинает какие-то изменения в своей жизни проводить, производить. Что дальше может с ней произойти? Ну, вопрос, как это у нее будет получаться или не получаться. Во всех вот этих случаях важны некоторые предпосылки к изменению, собственно говоря, жизни, исходя из того образа, с которым я идентифицируюсь, который я хочу достичь. Это вот этот момент, который зависит, собственно говоря, от предпосылок. У кого-то действительно может что-то получиться, и другой момент, как он достигнув этого, он может с этим жить. Ну, то есть, я достиг цели, и что дальше? Да, и что дальше? Чтобы что? Я достиг, чтобы что? Что я получил из этого. Вот я достиг, хорошо, я там как-то соответствую этому. Что я получил в этот момент? А с другой стороны, какова дорожка к этому образу? Как я вижу эту дорожку и цена тех изменений, на которые я готов? Вот этот вопрос, который очень трудно вот прям предсказать, да, вот давайте посмотрим с точки А и вот в точку Б, что там на этом пути делается с человеком, не очень понятно. Все зависит от того, насколько реально человек представляет свои возможности прямо сейчас, ну и зачем ему, собственно говоря, нужно достигать какого-то образа. Иногда это очень, иногда это невозможно, иногда это возможно. Ну и здесь мы с вами сталкиваемся с тем, что все-таки для того, чтобы не попасть вот под это формирование абсолютно ложной идентичности, нужно обладать какой-то долей ответственности за свою жизнь все-таки, да? Все-таки доля инфантильности должна несколько уменьшиться. И критичность восприятия, так? Ну, это две важные вещи, которые участвуют в формировании собственного я. Это какое-то критичное представление, там, не знаю, о том образе, который я вижу, вижу ли я в нем какие-то там условные пороки или нет. Пороки, в смысле, недостатки, какие-то либо какие-то вещи с обратной стороны, не которые транслируются или нет. И как я осознаю, опять же, свои реальные возможности к изменению какой-то своей жизни. Ну, смотрите, вот среднестатистическая девушка, которую мы взяли, да, с, скажем так, ну, с обычной в нашей стране, на самом деле, истории, с давлением родительским, с обесцениванием, с формированием, сравнением себя все время с кем-то, да? И вот она попадает в этот капкан иллюзорности, строит свою жизнь, начинает хвалиться своими изменениями, своими фотографиями. А это как раз демонстрирует не свой образ, не себя, так? И, по-моему, даже в каком-то фильме американском есть, что девушка размещала в сети определенные фотографии с фильтром. А когда ходила на светание, естественно, без всяких фильтров, то никакого отклика со стороны молодых людей не было, да? Вот такая еще штука есть. И куда она попадает в итоге? Она попадает в то, что у кого-то получилось, у Маши, Светы, Лизы, чаще всего Кристины, да? А у меня нет, не получается. Вот он, кризис, да? Это вот разрушение. Можно сказать, что человек находится в каком-то кризисе, исходя из не очень реалистичного представления о себе и какой-то своей внешней персоны, которую человек построил. Ведь само по себе есть как бы самопрезентация в различных сетях. Это как бы понятное, в принципе, явление. И это, в принципе, как бы не сказать ни хорошо, ни плохо, но вот так и есть самопрезентация какая-то. С другой стороны, какой образ я там размещаю? И насколько он соответствует моим представлениям о себе, ну, каком-то условно реальном, да? И вот здесь я могу попасть в то, что называется кризис идентичности. Когда я там, это какой-то вот идеальный человек, который посвящает там, не знаю, времени, большое количество времени на развитие себя, на какой-то там, на уход за собой, что с одной стороны кажется неплохо, да? И я, который есть в реальности. И насколько вот это вот расстояние, оно большое или маленькое. И здесь надо разделять, на мой взгляд, две вещи, да, которые. Это вот, что я хочу показать другим, зачем мне это нужно. Потому что если это какая-то рабочая история, да, деловая, там, продвижение каких-либо услуг, то это одна история. Как бы странно, да, если бы, например, условно какой-нибудь бьюти-мастер выставлял бы не очень красивые фотографии своих работ. Он бы, ну, к нему никто не пошел, да? И это какая-то одна история, когда сети используются как реально инструмент для достижения каких-либо таких практических целей. Ну, рекламная площадка, собственно говоря. Да, да, предпринимательских каких-то целей. Это одна история. Другой момент, когда я выставляю какой-то свой образ в социальной сети, чтобы что? Чтобы получить признание. Чтобы похвалиться. Чтобы похвалиться. Чтобы меня похвалили. Да, чтобы получить одобрение. Чтобы мне в комментариях написали какая-то красивая, какая-то замечательная. Чтобы поставили лайки, которые подтверждают образ не меня реальный, а образ меня, вот, фильтрованный, если можно так сказать. Вот. И вот это и есть, как бы, представление о себе какое-то реальное, внутреннее, и представление о себе внешнее. И вот здесь прям вот расщепление такое. Несоответствие. Если есть несоответствие вот этим образом, то, да, мы здесь можем говорить о каком-то кризисе идентичности. Потому что если человек считает себя красивым, и он выставляет красивые фотографии, у него этого кризиса идентичности не будет. Потому что он внутри, как бы, понимает свои какие-то там возможности. Получается, еще чем больше фильтров, тем, как бы, хуже ситуация? Ну, может быть и да, может быть и нет. То есть надо понимать, что, как бы, мы не уйдем уже от этого. То есть мы вообще смотрим, мы смотрим сети через определенный фильтр. Потому что, собственно говоря, сети и сами диктуют этот фильтр. Мы там можем не говорить о фотографиях, да, а мы можем говорить, там, об объеме текста, который нам предлагает социальная сеть. То есть сама сеть начинает нас загонять в какие-то рамки. Здесь мы как-то вот, если мы за фильтрой цепляемся, да, мы идем исключительно о внешней красоте человека. Да, да, и тут это, во-первых, очень субъективная вещь как таковая, да, а во-вторых, вопрос, насколько это важно человеку самому. Да, да, я бы скорее говорил о вот образе как-то в общем, не цепляясь к фильтрам, да, это образ красивой женщины, это образ успешного мужчины, это образ правильной идеальной семьи. И я скорее бы говорил об этом. Вот в этом месте я идентифицируюсь или не идентифицируюсь с каким-либо образом. Меня смущает слово идеал вообще, сильно смущает. Как бы, когда это звучит идеальная семья, идеальная внешность, идеальное, я не знаю, время провождения, идеальная работа, я просто меня вот, как это, цепляет все время очень сильное слово. Ну нет, идеал. Тут мы постоянно вот баражируем между вот этими вещами, да, что с одной стороны это хорошо. Почему? Потому что есть какое-то внимание к каким-то вот таким семейным, каким-то правилам, возможно, да. Ну что вообще на это внимание обращают. Да, что вообще внимание на это обращают, это, безусловно, хорошо. Возможно, там есть какие-то вещи, которые заслуживают внимания, и я, может быть, буду рад, если люди будут следовать этим вниманиям. И что это можно взять. И что это можно взять. Другой момент, что я, если я слепо начинаю следовать этим правилам без оглядки на ту ситуацию, в которой я нахожусь. И вот это вот, вот этот вот вопрос, который делает вот этот вот разрыв. Я как будто слепо следую этим правилам без оглядки на ту обстановку, ту ситуацию, в которой нахожусь я сегодняшний. Именно вот этот вот разрыв становится все больше. То есть получается, что если мы возвращаемся к той девушке, она прошла вот этот Робикон, она уже что-то изменила в себе, и она уже пришла как бы туда, куда она хотела прийти, и не получила там того, на что она рассчитывала. Ну и вот в этот момент, да, есть кризис. Откат. Очень сильный эмоциональный откат. Да, вот здесь, как правило, да, можно обнаружить кризис. И какие потребности или... какие потребности у нее остались неудовлетворенные? Вопрос. Это очень... Персонально, да. Очень персонально нужно. Там, что хотел получить человек, гоняясь за каким-то образом. Признание, уважение, статус, какие-то материальные, возможно, богатства. Ну, если отвлечься от вот этой девушки, которую мы берем в качестве предела, вообще на каких потребностях, на каком социальном поведении играет соцсеть? Если мы говорим о потребностях, то, возможно, это потребность признаний. Это тоже потребность принадлежности кому-либо, чему-либо. Это потребность, в том числе, в удобрении. Это потребность в том... Это, опять же, очень все тесно связано с признанием, да, в том, чтобы заметили. И, в принципе, сеть в качестве средства, как возможность проявляться... Для этого существует. Опять же, да, с одной стороны, неплохо. Это какая-то сама презентация. С другой стороны, опять же, мы постоянно вот это вот... Ведем вот этот вот диалог о виртуальной идентичности и о идентичности реальной. И как я вот их соотношу вот в этом месте. И если у меня здесь как бы вот разрыв вот этот вот, да, либо я его осознаю, либо я его не осознаю, я как-то сливаюсь с этим образом, либо я, наоборот, не сливаюсь с этим образом. Мы постоянно ведем вот речь об этом. Если я начинаю утро с соцсетей, я уже в проблеме? Да, да, нет. Нет? Нет, вообще нет. Не знаю, я вам могу сказать как-то, наверное, может быть, не знаю, сколько десятков лет назад, да, если я бы начинал свое утро с газеты. Можно было бы сказать, что у меня есть проблемы? Нет, не с новостей, а именно с соцсетей. Ну, я в соцсетях могу делать всю штуку, в том числе и читать новости. Это, опять же, может быть, каким-то моим ритуалом. Другой момент, если мне нужно вот по срочнику что-то выложить вот прям утром, и зачем мне это надо? Если это мне надо для какой-то рабочей истории, да, там есть как бы статистика, и здесь маркетологи, и СММщики здесь очень четко могут сказать, там, кто в какое время смотрит, да, пока там пьет кофе, пока едет там за рулем, ну, разные, да, совершенно. И одно дело, что я езжу, делаю это для какой-то рабочей истории, другой момент, что как бы мне нужно позарез это выложить, ну, вот чтобы что, у меня как-то вот здесь вот вопрос возникает. Хорошо, если мы возвращаемся опять к этой девочке, она уже попала в ту ситуацию, когда она не достигла идеала, которого не существует, и она уже откатилась, ну, эмоционально, не в самое хорошее состояние, она идет к психологу. Ну, может быть. В лучшем случае. Ну, может быть. Хорошо, а что все-таки, какие-то рекомендации, вот прям вот по пункт, но, чтобы вот в это состояние, в которое она пришла, не прийти, чтобы не доводить все вот до такого? Формировать какое-то критическое мышление и критичность к образам, которые транслируются в различных социальных сетях. Задавая себе вопросы. Конечно, задавая себе вопросы, а что, ну, вот, опять же, какая другая сторона есть у этих образов? Потому что наивно полагать, что то, что транслируется в социальных... Это вот такая очень парадоксальная штука. По идее, соцсети создаются именно для того, чтобы транслировать какую-то реальную жизнь. В данный момент очень вообще сложно сказать, насколько эта жизнь реальная, да? Одно дело, что это там жизнь звезд, которые там могут себе позволить действительно частные самолеты. Другой момент, что я, условно говоря, там, нанимаю в аренду на час самолет для того, чтобы фотографироваться в нем, чтобы потом это все выставить. Протаю ради этого полквартиры, например. Да, ну, или не полквартиры, или наоборот. Я таким образом немножко ввожу заблуждение других людей, которые меня смотрят, да, выдавая, что я там на самом деле, там, не знаю, богат, известен. Нет, если у тебя есть деньги для того, чтобы арендовать на день самолет... Это не очень, Наталья, это не очень дорого. Серьезно? Это не очень дорого. По моим представлениям это прям вообще смотришь. Пофотографироваться в самолете, который стоит, условно говоря, там, в аэропорту... А, вы имеете в виду двухместный такой маленький, а у меня тут сразу боинг в голове. Ну, в каком-то маленьком частном самолете для того, чтобы в нем пофотографироваться с серьезным видом. Ну, не стоит это полквартиры, в общем. Серьезным видом это стоит очень недорого. Но эффект, который преследуется, он как раз... Ну, вот, да, он как бы... Показать себя не таким, какой ты есть. Да, и первое, да, это оценить, соответственно, критичность. Второй момент — осознать, какие реально... Собственно говоря, в какой точке я нахожусь сам сейчас. Какие у меня есть, так сказать, в зоне ближайшего моего развития какие-то шаги, где я вот в этой зоне ближайшего развития могу сделать шаг. И для чего он мне нужен? Как-то больше осознавать в себя то, что называется в себя реального, звучит очень, конечно, идеализированно, да, осознавать себя реального. Но тем не менее, что я себя представляю? Опять же, есть такая, на мой взгляд, тоже парадоксальная штука, но мне как-то импонирует мысль. Для того, чтобы принять себя, нужно сначала понять, кто я. И потом уже как бы принимать себя, потому что как я приму себя, если я не знаю, кто я? Я не знаю, кто я. Что я буду в себе принимать? Это, наверное, вторая вещь, которую я бы сказал. Я бы еще, наверное, периодически анализировала людей, на которых я подписываюсь. Ну, то есть, почему я на них подписываюсь? Почему это люди одного и того же? Да? Ну, то есть, как бы обращаю внимание, вопросы к себе задаю, зачем мне надо подписка именно на этих людей? С какой целью? Что я преследую? Да, какую цель? Ну, да. То есть, там, не знаю. Я могу сказать как бы за себя. Я честно могу признаться, что я действительно подписан на очень много различных психологов и пабликов психологии и философии. Потому что это ваша профессия. Иногда я очень устаю от обилия этой информации, потому что, в принципе, все, о чем я могу читать в различных снях, это, собственно говоря, психология и философия. Это какой-то вот такой момент, зачем мне это все надо? И, наверное, я бы еще здесь обратила внимание, что, поскольку человек все равно иногда с реальностью жизни сталкивается, как вот та девушка из фильма про свидание, да, фотография в соцсети, и фотография, и реальный облик человека не вызывает желания у молодого человека продолжать общение. Вот это столкновение с реальностью, его нужно обращать, наверное, и тоже задумываться, что, наверное, что-то тут не то, раз так происходит, да? Ну, какие-то есть просто маленькие такие сегменты, в которые эту реальность можно увидеть, в которых. Да, конечно. И в тот момент, когда я сталкиваюсь с каким-то отказом, я осознаю свою реальность. Я осознаю свою реальность и не пугаюсь, самое главное, ее. Ну, вопрос, пугаюсь я или нет. Возможно, я пугаюсь. И тогда? И тогда, что со мной происходит дальше. Если я пугаюсь, что со мной происходит дальше? Столько вопросов в себе, которые полезно задавать, на самом деле, в любом возрасте, особенно в возрасте, когда идет поиск себя. Ну, я где-то читала в статье, что, на самом деле, некоторые считают, что ученые, что поиск идентичности себя — это вопрос всей жизни, в общем-то, такой экзистенциальный. Да, более того, сначала этот кризис идентичности говорили, я вот не помню, это все к Эриксону отсылается, но там потом, как бы, очень множество людей цепляет за этот кризис идентичности. Фром говорил, что это вообще абсолютно нормальная история для 20-го и для 21-го века, потому что мы попадаем в этот кризис идентичности, и их становится все больше за счет того, что, как бы, культурные и социальные изменения происходят с появлением, в том числе, цифровых технологий, да, каких-то. Но изначально это было вообще, собственно говоря, период старости, когда человек смотрел на прожитую жизнь и анализировал, ну, как-то осознавал, думал про то, оценивал, как он ее прожил. И, как бы, с этого все пошло, собственно говоря. А сейчас это все переросло в какое-то формирование. Ну, еще, наверное, важный момент, если я сталкиваюсь с какой-то красивой картинкой, желанной для меня, то важно, как я реагирую на нее. Я иду, ну, если это, допустим, красивое тело, я иду в спортзал, или я иду плакать и заедать этот ужас в холодильник. Ну, да. То есть здесь мы спускаемся на какой-то поведенческий уровень и начинаем смотреть на него. То есть мы, наверное, обращаем внимание. Да, у множества людей, там, я не знаю, наверное, многие спортсмены могут говорить о том, что у них в каком-то детском или юношеском возрасте были плакаты с какими-то известными, в том числе, там, спортсменами, да. И они, смотря на них, действительно, это как-то их мотивировало работать. И это какая-то одна положительная история, да. Это история про то, что если там кто-то смог, я тоже смогу. И это как-то, возможно, придаст мне силы. Это какая-то одна история. Это неплохая история. А если все-таки я плачу и иду не делать это, не стремиться, или там иду заедать свое горе? Ну, это другая история. Другая история в том числе про то, что я это увидел, я оказалось бы этого достиг, и это не приносит мне счастья. Либо, если вообще даже не пытался достичь, ну, допустим, у меня есть некоторые девушки, да, девушка, я девушка, у меня есть некоторое количество, как мне кажется, лишних килограммов. Опять-таки, про которые мне, вероятнее всего, просто кто-то сказал. И я вижу это красивое тело, и где-то в спортзале, я не иду в спортзал, и я иду плакать. И? Ну, не знаю. На мой взгляд, в этом есть какая-то толика здравой оценки себя. Мне кажется, в этот момент начинается горевание по тому образом, которому я, ну, собственно говоря, возможно, и не достигну. Ну, и с одной стороны, как-то погоревать тому образом, ну, что да. Ну, вот. Ну, да, здесь тоже про ограничения, да, как будто. Это про осознавание своих собственных ограничений. Ну, да, я уже, наверное, никогда там, я себе там, наверное, задаю какой-то вопрос. Это, знаете, есть такой тест психологии, кем я не буду никогда уже. Это там, ну, точно, вот, никогда уже не полечу в космос. Никогда уже не буду, например, там, выступать на сцене балериной. Ну, да. Уже никогда не буду ребенком, например, да, ну, то есть физически. И там оборотная сторона какая-то, я сейчас не помню, ужасно позитивная, что ты можешь не быть балериной, но ты можешь пойти танцевать. Там ты не полетишь в космос, но ты можешь пойти в трубу аэродинамическую. Труба же сейчас вот это вот очень интересное такое развлечение есть. Ты не будешь ребенком, но ты можешь понянчиться с детьми, да, и в себе своего ребенка порадовать чем-то и так далее. То есть, как бы хочется в конце разговора сказать... У меня есть что сказать, но я сначала вас послушаю. Ну, это вот, это вот, в том-то и дело, что вот это, вот это и есть разрыв. Вот этот вот. Я изначально как будто ставлю перед собой очень высокие цели. То есть быть балериной обязательно на сцене большого. Если играть в театре, то по-крупному. Соглашаться на роли на какие-то, только на какие-то такие серьезные роли, да. И вот это вот разрыв. Я как будто не нахожу в своей вот этой вот ближайшей зоне каких-то таких вещей, которые, возможно, мне будут доставлять какое-то удовольствие. Но я никогда не буду ими заниматься, потому что, собственно говоря, там шанс на какую-то высокую цель. Ну да, либо все, либо ничего, да? Ну, в общем-то, рекомендации вы какие-то сказали, да? Могу, наверное, я в совершении уже сказать, что у меня вот сейчас такое в результате нашего разговора сформулировалось острое желание сказать, что давайте поставим центр себя в своей жизни и посмотрим, какие мы. И мы все неплохие. У нас огромные способности, огромный потенциал, огромный ресурс. Надо его просто рассмотреть, поверив в себя, и не отдавать свою жизнь на откуп картинкам до бесконечности. Да, они в какой-то степени нужны, вы сказали, что это да, может быть, там есть хорошие вещи. Но все в меру, и все с осознанностью и с критичностью восприятия, так? Ну, мне кажется, да, что вот в какой-то ставить в центр как бы свое собственное, да, какое-то представление. Я бы сказал, что больше себя узнавать в каких-то различных вариациях. С другой стороны, мне кажется, что в тот момент, когда я ставлю себя в центр, да, какой-то, мне не надо забывать о том, кто еще рядом со мной. Ну, это само собой. Вот. И вот на самом деле это очень интересно, да, выставляя какой-то образ в какой-то сети и наделяя его какой-то ценностью. Очень интересно в этом вопросе, как видит меня мой рядом ближний человек, насколько его мнение ценно. Это очень интересно. Ну, мы сегодня в этой передаче выяснили, насколько все-таки это скользкая дорожка, да, вот, особенно визуально ориентированные сети, насколько нужно все время сохранять вот эту трезвость какую-то, да, и просто для того, чтобы сохранить свою идентичность, свою собственную, построить не иллюзорный мир, не тот, которого не существует, а найти свою собственную реализацию, свою идентичность. И я вам желаю найти вот свое зерно, свое воплощение, свою красоту обнаружить, свое счастье, свое воплощение. И хочу вам позвать в этом счастья и удачи. Дмитрий, спасибо вам огромное за то, что вы пришли и нам сегодня рассказали вот все это вот такую достаточно неоднозначную и непростую тему, очень многослойную, очень откликающуюся, для кого-то болезненную, для кого-то не очень, но вот как будто она вот из фона вышла и потребовала сегодня у нас вот этого разбора. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Наталья. Ну, я прощаюсь с вами, дорогие друзья. В следующий раз мы с вами встретимся в ближайшее время, и это будет разговор тоже, конечно, про себя, потому что передача называется «Фокус на человека». Всего вам хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова